Для каждого из нас бег это что-то свое, что-то сугубо личное и особенное. Но есть что-то общее, то что тянет любого человека каждый день надевать кроссовки, завязывать шнурки и выходить на пробежку. Наши сегодняшние герои абсолютно разные люди. У каждого своя мотивация, свой путь и свои цели. Я надеюсь, что пример этих людей даст вам может быть надежду, может быть мотивацию, особенно в текущее, не самое простое время. Я всю жизнь любила горы, а несколько лет назад я начала по ним бегать и теперь не могу остановиться. В горах я чувствую себя по-настоящему свободной и счастливой. Внутри меня как будто живет дикий зверь, которому жизненно необходимо просыпаться с рассветом, убегать в одиночестве высоко в горы, открывать новые тропы, жадно впитывать запахи и звуки, быть на свободе. Мы живем в очень быстрое и яркое время. А в конформации не скончаем и порой легко перегрузиться от всего того, что происходит вокруг. Бег – это своего рода спасение. Время, когда ты остаешься на дне с собой. Когда это самое время растягивается и у тебя появляется возможность освободить голову от лишних мыслей, проветрить ее. Именно на бегу в голову приходят классные идеи. Есть люди, которые не могут найти мотивацию для занятий спортом. Но мне кажется, для бега не нужна мотивация. Бег сам ее создает. Бег для меня больше, чем хобби. Это моя жизнь, моя страсть, возможность познать себя лучше, свои возможности, возможность увидеть мир. Это знакомство с единомышленниками, такими же чокнутыми, как и я. Для меня не бывает плохой погоды. Я надеваю кроссовки каждый день и бегу за порцией своих мандерфинов. Киллиан Жарне в своей книге «Нет ничего невозможного» пишет. Длинная дистанция – это каждый раз уникальное и единственное в своем роде путешествие. Иногда это внутренний путь. Ты проживаешь эмоции, которые по мере утомления становятся ярче. Ты делаешься более чувствительным. Иногда маршрут скорее внешний. Тесно знакомишься с горами, сближаешься с пейзажем, проживая его от рассвета до заката. И становишься таким же, как животные, которые просыпаются и бегут под луной рядом с тобой. Бег – это великолепная терапия и наставник. У меня не раз было такое, что приходишь обессилевший с работы, злой и уставший, но находишь в себе силы переодеться, выйти на улицу и пробежаться. И всегда в таких ситуациях между выбором остаться дома или выйти на улицу, несмотря на погоду, надо выбирать всегда второе. Потому что во время пробежки система перезагружается, и ты ловишь себя на мысли, что тебе уже намного лучше, и домой ты возвращаешься уже в отличном расположении духа. Бег – это наставник, который очень сильно помогает жизни. Помогает не горячиться, взять паузу, подумать, помогает снять стресс и выпустить энергию. Без бега жизнь не была бы такой полноценной. Таким образом получается, что бег – это все. Приезжая в новое для себя место, первым делом я обследую местные парки, излюбленные бегунами. Мурашки от песни «Нью-Йорк» Фрэнка Сенатора на старте марафона в Нью-Йорке или единое дыхание и топот многотысячной толпы на стадионе перед марафоном в Берлине – лишь малая часть того, что движет мной каждый день, когда я иду на пробежку. Мой главный соперник сегодня – это я вчера. И каким бы долгим ни был мой путь к цели – это мой путь. Бег для меня – это свобода. Возможность побыть наедине с собой и миром, или наоборот, принять участие в массовом забеге. В беге для меня побеждает любой, кто смог победить себя, свои влияния, застенчивость или недоверие. Любой, кто вышел на пробежку, кто сделал первый шаг. Бег – это друзья, компания, беговой клуб, общение в конце концов. Бегуны очень разные, но есть общие, что нас объединяет. Общее, за что мы ценим и любим бег. Когда ты бежишь в свой очередной старт и становится тяжело, ты вспоминаешь, что ты преодолел, через что прошел, идя к своему новому достижению. И это придает силу. Ты можешь словить момент беговой эйфории во время тренировки или понять всю цену затраченных усилий, финишировав свой очередной забег. Как мне кажется, главное для бегу на гейл-клуб. Получайте удовольствие от каждой тренировки, от каждого шага в вашей беговой карьере. Цените возможность просто выйти на улицу и совершить пробежку. Она есть далеко не у многих. Субтитры создавал DimaTorzok